Добрый день. Меня зовут Дубарь Галина Викторовна. Мне доверено прочитать результаты многолетнего труда отечественных учёных с мировым признанием и именем. Это результат труда Шпитальный Александра Альфредовны и Заколдаева Юрия Александровича. И Ефимова Анатолия Александровича. Именно они стояли в основании конференции сборника начала 70-х годов. Один из их тезисов по астрономии. Шпитальный Александр Альфредовна, она астроном. Заколдаев Юрия Александрович, геолог. И на стыке двух наук, исследования двух наук и закономерностей, получилось открытие, которое на настоящий момент достаточно фундаментальное и имеет практически подтверждение. Значит, вот это высказывание очень важно и оно имеет своих авторов. И, к сожалению, получился казус, мы когда отправляли тезисы и доклад, то авторство этого тезиса, ну там как-то что-то сбой получился, видимо. Это очень важно. Изолированных систем в природе не существует. Постоянно происходит обмен энергии между системами разного уровня организации. Земля, Луна, Солнечная система, местная система ближайших звезд, галактика, система скопления галактик, мегагалактика. Особенно связана Солнечная система с жизнью нашей галактики. Астрогеолог, планетолог, кандидат геолого-мерологических наук Заколдаев, радиоастроном и астрофизики Гауран, шпитальная Александра Альфредовна и Ефимов Анатолий Александрович. Значит, суть их открытия, хотя в результате труда, вот, шпитальная Александра Альфредовна проработала 56 лет в Пулковской обсерватории. То есть, и в результате труда 1982-1985 года в группе ученых Заколдаевым Юрием Александровичем был набран и проанализирован материал, который дал результат. Глобальная геохронометрическая шкала фонарозоя, которая галактический год имеет 217 ма. Откуда получилась эта цифра? Задача стояла такая, что значение галактического года, ну, как бы много, и этот диапазон колеблется там от 200 до 400, но на их исследовании это получилось 217, откуда? Они проанализировали 71 геологическую шкалу. Вот, и в статье приводится результат теоретических исследований Солнечной системы, который охватывает на основании исследований и литературы более 200 авторов. Взаимосвязь геологии с астрономией, астрогеологией, планетологией. То есть, были проанализированы все мировые шкалы. Вот, и просчитаны. Шпитально Александра Альфредовна вторая в мире пересчитала шкалу, которая была наиболее объективной в тот момент. И, значит, галактический год делится в их исследовании на геологические периоды, на отделы, на ярусы, на основании астрономии. Методология создания этой шкалы не имеет аналогов в мире. Глобальная геохронометрическая шкала фонерозоя построена на основании полных галактических сидерических лет Солнечной системы. Превращение вокруг центра галактики, нашей Вселенной. Млечный путь. 217, может, с помощью 217 можно объяснить все геологические процессы на Земле. Так как она построена и имеет основание 2035 опорных точек. На основании этого в 1992 году Закалдаев Александрович защитил диссертацию. Но перед этим в 1985 году был получен отзыв ведущих профессионалов отечественной науки, в частности, директора института галургии Ихатькова и других, с признанием их открытия. Шкала Закалдаева-Шпиталь является на настоящий момент самой объективной и достоверной из шкал в мире. И подтверждена на практике по полезным ископаемым, по лентологии, фауне, геологии, в том числе по разрезу Кольской 12 260 метров, в кристаллических породах и в осадочных породах Китая свыше 12 тысяч метров. То есть это очень серьезный результат. Вот вы видели перед этим, это у нас была аннотация, но, к сожалению, она вся не вошла в тот сборничек маленький, который вы имеете на руках. В результате статистического исследования 71 геохронометрической шкалы фонерозоя мира с большой достоверностью выявлены следующие циклические закономерности, заключенные в этих циклах. Это очень важно. Суммарная длительность любых четырех геологических периодов фонерозоя, взятых последовательно, есть величина постоянной 217 миллионов лет. Система четырех циклически повторяющихся геологических периодов содержит в себе один короткий по продолжительности период 35 миллионов лет, два средних по 56 миллионов лет и один длинный период 70 миллионов лет. К коротким геологическим периодам относятся ранний Вент, Силур, Триас, Плиоцен плюс Антропоген. К длинным геологическим периодам относятся Кембри, Карвон, Мел. К средним геологическим периодам относятся Поздний Вент, Дивонт, Юра, Ордовик, Перм, Плиоген плюс Миоцен. Таким образом, мы имеем вот три года по 217, все они составляют в сумме 217, но система разбиения не имеет аналогов в мире. И ввиду того, что та методология, в результате которой, ну это получилось все на, как сказать, системой диалектического мышления, анализ и синтез. Так, вот это высказывание Хачкова, отзыв Хачкова, который он дал в 1985 году на их результат. В статье впервые показана точная временная зависимость между периодичностью геологических процессов крупного плана фонерозоя и криптозоя с астрономических позиций, а именно совпадение критических рубежей во времени обращения Солнечной системы вокруг Центра Галактики с временными рубежами геологической истории, установление закономерности взаимосвязи обращения Солнечной системы вокруг Центра Галактики с датировками геологической шкалы фонерозоя и криптозоя являются крупным научным открытием, которое требует глубокого осмысления и восприятия на лучшим миром. Доктор геолога минералогических наук Хачков. Так, высокая оценка теоретической и практической значимости открытия 1985 года Заколдаева Юрия Александровича и Шпитальна Александра Альфредовна дана плеядой профессионалов. Эти только после получения подтверждения на практике и отзывов была защищена в 1992 году диссертация. Профессор Ермолаев, географ, Месежников, палеонтология, Драгунов, тектонист, Храмов, директор ВНИИ КАМ, доктор геолога минералогических наук Хачков, заведующий отделом геохронологии доктор геолога минералогических наук Загрузина и так далее, член-корреспондент Академии наук Наливкин, одобрено и признано крупнейшими специалистами СССР. Все это опубликовано было в 10 сборнике 1985 года «Проблемы исследования Вселенной». В результате этой работы было написано чуть менее 600 исследовательских работ Шпитальной Александры Альфредовны и Заколдаевым Юрием Александровичем и Ефимовым. Глобальная теоретическая геохронометрическая астрогеологическая шкала 217 миллионов лет Заколдаева-Шпитальной подтверждена временными опорными точками. Общее количество 2035 опорных точек и по четырем ведущим шкалам мира Афанасьев-Зыков, группой Одена, группой Харленда, Спартаком-Леонидовичем Афанасьевым в 1987 годах. На настоящий момент это самая подтвержденная временная шкала в мире. Практическое применение методологии шкалы Заколдаева-Шпитальной 217 миллионов лет имеет основательное подтверждение на практике. Месторождение в Тихом океане марганцевых конкреций и подтвержденных абсолютным временем шкалы при сжатии Солнечной системы. Рассмотрено Центральное Тихоокеанское поле Тихого океана. Глубина 4300-5600 метров. Мощность осадочного чехла до 300-500 метров. Возраст фундамента поздний юрский ранний меловой 130-142 миллионов лет. В железно-марганцевых конкрециях содержатся руды никель, мель, кобальт 12-13 миллиардов лет. Руда выдавлена на дно в районе Апогалактии при сжатии Солнечной системы при Таласократии по шкале. Абсолютный возраст 125-112 ма. В своей работе Ходьков и Виноградова смогли на основании 217 ма подробно объяснить образование 11 элементов таблицы Менделеева. В работе «Основы космологии» о рождении миров. То есть подтверждается также фауна фанерозойская, морские динозавры, их тенозавры подтверждается шкалой заколдаево-шпитальной 217 миллионов лет. Динозавры последнего галактического года Солнечной системы по временной шкалы заколдаево-шпитальной 85-й год. В Швейцарии Баурово-шпитальной в 2006 году была присуждена премия первой степени с вручением золотой медали за предсказание крупнейших землетрясений на Земле с магнитудой 7 и выше. Шкала, еще раз, простите, если я повторяюсь, но мы должны знать своих героев и отечественных, нашу гордость России, да, подтверждена на практике по полезным ископаемым, палеонтологии, фауне, геологии, в том числе по разрезу на Кольской 12 260 метров. В кристаллических породах и в осадочных породах Китая свыше 12 тысяч метров. В сборнике проблемы исследования Вселенной, выпуск 1996 год, порядка 50% работ идут со ссылкой на работы заколдаево-шпитальной с применением глобальной шкалы 217 миллионов лет. Также приведен ряд литературы, далеко не полный, в которых показаны ряд методологических подходов для того, чтобы, ну, как они шли к этим результатам. Потому что количество работ, я говорю, в общей сумме это где-то порядка 600 работ в области астрономии, в области астрогеологии. И, фактически, заколдаево-шпитальная Александра Ефредовна является одними из тех немногих, которые заложили фундамент новой науки астрогеологии. Вот, и... Субтитры создавал DimaTorzok